Привет, друзья! С вами снова Михаил. И сегодня, к сожалению, у меня для вас не будет обзора перьевой ручки, хотя я вам это и обещал. Транспортная компания, да, у нее случился какой-то коллапс, вот она уже третий или четвертый день подряд не может привезти мне ручку, не получается у нее. Вот сейчас обещают привезти в понедельник. Но зато сегодня у меня для вас коротенький обзорчик чернил. Да, и маленький-маленький рассказ. Вчера, в пятницу, 21 числа, компании Pelican исполнилось 180 лет. Так, с чем мы ее поздравляем. Молодцы, Pelican. По этому поводу Pelican устраивает торжества. И они устроили такую штуку, которая называется Pelican Hub. То есть дали объявление в интернете, и люди регистрировались. Если в каком-то городе набиралось более чем пять участников, то Pelican присылал в этот город какие-то промо-материалы, официально его регистрировал, и вот проходило такое вот собрание. Я поехал на петербургскую встречу любителей Pelican. Вот еще такая же встреча проходила в Москве, в Киеве, и где-то еще в России. Значит, в Петербурге зарегистрировалось 11 участников, пришло 10 человек. Вот была очень милая встреча. Да, в основном это участники форума Elite Pen. Я вам про него много раз рассказывал. Да, многих из них я знаю. Очень приятные люди. Принесли очень много разных интересных ручек и так далее. Да, и там же мы, так сказать, вот вскрывали подарки от Pelican. Очень приятно на самом деле. Pelican прислал там вот такие вот чернила. Каждому зарегистрированному участнику он присылал чернила Edelstein. А это так называемая лимитированная серия. Это называется Alivin. Да, эти чернила производятся только в этом году. Все, в следующем году их не будет. Они выпустят какую-то лимитированную другую серию чернил. А также они прислали чернила просто Edelstein из своей регулярной коллекции. Вот 8 разных цветов они прислали. Мне вот достался синенький тапаз, чему я безмерно рад. Значит, прислали вот такие вот красивые журнальчики, блокнотики с потрясающей совершенно бумагой. Гладенькой совсем такой вот клевой. Флаги. Ну, в общем, много чего интересного. В общем, Pelican молодцы. Я был, честно говоря, тронут. Как бы, да, очень приятно. Вот. И сегодня я просто хотел бы показать эти чернила. Сам бы хотел их попробовать. Вот, соответственно, две ручки Pelican. 620-800. Вот. И давайте попробуем посмотреть на эти чернила. У Pelican есть две серии чернил. Регулярная серия. 4001 она называется. И серия Edelstein, которая считается вот такой вот дорогой. Видите, какая красивая баночка. Такая вот совершенно замечательная. Вот. Честно говоря, я не очень большой поклонник чернила Pelican. Мне они казались всегда суховатыми. Значит, давайте начнем с оливина. Открыл. Значит, честно говоря, друзья, совершенно не хочется заправлять ручку. Да, поэтому я просто обмакну перо в чернила. И, по-пишу, этого будет достаточно для того, чтобы что-то понять. Значит, и так. ЧЕРНИЛА ПЕЛИКАН И ДЕЛСТЕЙН ОЛИ... Неправильно. ОЛИ... ОЛИВИН. Да, напишу, что это Limited Edition. 2.0.18. Значит, к сожалению, понятно, что видео, скорее всего, не передает вам всего цвета. Да, но, в общем, здесь, наверное, понятно, что чернила достаточно темные. Сухие, очень сухие. Вот как и все пеликановские чернила. Видите, они засыхают практически сразу. А цвет темно-зеленый, я бы сказал, что он немножко такой отдает в хаке. Вот, наверное, неплохой цвет, да. Вот есть такой камушек, ОЛИВИН. Все чернила Эдлштайн, да, они имеют в названиях цвет камней каких-то. Вот, честно говоря, ну, нет, на самом деле очень неплохие чернила. Хороший цвет, да, ничего в нем такого нету. Значит, ну, другой вопрос, что вы сами понимаете, что на работе его, наверное, использовать у меня вряд ли получится. Все-таки у нас в России приняты синие, ну, в крайнем случае, черные чернила. Вот такие зелененькие, как бы, вроде бы и незачем. Вот, и давайте посмотрим на чернила ТАПАЗ. Значит, еще раз повторю, это регулярная серия. Их можно купить, дорогие, да, по-моему, 28 долларов за флакончик они стоят. Так, открываем. Берем М800. Так, на ломокну. Значит, и, и, и вот эти чернила мне нравятся немножко меньше, чем ТАПАЗ. Ой, чем, извините, Олевин. Значит, пишу. Чер-ни-ла-пе-ли-ка-н. И, дел-тайм, ту-паз. Значит, как видите, да, такие чернила тоже очень сухие, да, ничего тут у нас не меняется. И они вот такие вот, я бы сказал, ярко-голубенькие. Вот. Вот их, наверное, по работе можно использовать, но, честно говоря, друзья, я люблю более темные, более насыщенные чернила. Вот, перо с ними скользит неплохо, да, как бы тут никаких особенных замечаний у меня нету. Цвет, да, цвет хороший, такой вот голубенький. Ну, вот, не знаю, я вот люблю почему-то, вы знаете, больше всего я люблю Монблан Ройл Блю, да, вот такие вот темные, чуть-чуть фиолетоватые чернила. Вот, но этот, да, цвет однозначно совершенно неплохой. Вот, так что, друзья, еще раз очень благодарен Пеликану, приятно было получить вот такие вот подарки, просто, вот просто так, всегда приятно. Молодцы, Пеликан, желаю им всего-всего самого наилучшего, вот пусть еще, и еще-еще-еще много лет существует эта компания на рынке, очень хорошая. Спасибо еще раз большое, с днем рождения, Пеликан, пока-пока, друзья, увидимся, я надеюсь, все-таки в понедельник мне довезут ручку, пока. Спасибо.